Ровно 70 лет назад, 14 апреля 1953 года, здесь, на Мариенфельдер-Аллее, открылся главный центр западного Берлина по приему беженцев из ГДР. Центр экстренного приема Мариенфельда, именно так он назывался официально, для многих людей стал символом свободы и надежды на лучшую жизнь. Но надежды эти оправдались не у всех. В конце 40-х, начале 50-х годов немцы массово переезжали с востока на запад. Переезд давался трудно не только потому, что власти ГДР ограничивали возможности для выезда, но и потому, что власти ФРГ ограничивали возможности для въезда. Уже в 1950 году, всего через год после образования ФРГ и ГДР, Бундестаг принял закон, по которому право на проживание и работу в Германии могли получить только те немцы, которым угрожала реальная опасность дома. После пересечения границы нужно было зарегистрироваться в ближайшем центре по приему беженцев и подать прошение о предоставлении убежища. В западном Берлине ехать нужно было сюда, в Маринфельде. В процессе рассмотрения заявлений просителям запрещалось покидать территорию лагеря. Именно поэтому центры по приему беженцев были переполнены. После 1951 года беспрепятственно пересечь границу между ГДР и ФРГ можно было только в Берлине. Именно поэтому здесь сложилась особенно трудная ситуация. Положение дела усугубилось после восстания 17 июня 1953 года, когда многие жители Востока бежали на запад, опасаясь репрессий. Лагерь в Маринфельде был забит до отказа. Первый миллион беженцев был зарегистрирован всего три года спустя после открытия лагеря, в 1956 году. А вот по официальным данным, вплоть до 1990 года через лагерь Маринфельде прошли еще всего 350 тысяч человек. После того, как в 1961 году Берлинская стена разделила город на две части, число просителей убежища резко снизилось. До падения стены в 1989 году Центр приема беженцев Маринфельде работал в обычном режиме. Большинству заявителей дали право на проживание и работу в Германии. Им также полагалось пособие и жилье. Правда, по распределению выбирать было нельзя. Тем, кто получил отказ, депортация в ГДР не грозила, их называли отказниками. Но участь их была незавидна. Они покидали Центр без каких бы то ни было документов, без разрешения на работу и без страховки. Некоторые вернулись обратно в ГДР. Другие растворились на улицах западного Берлина. В 1989-м пала Берлинская стена. На запад хлынул поток беженцев из ГДР. Лагерь в Маринфельде был снова переполнен, но уже в последний раз. После объединения Германии в Центре стали размещать поздних переселенцев, а также беженцев из других стран. В 2005-м году лагерь в Маринфельде закрыли и преобразовали в музей. Впрочем, из жилых корпусов сделали общежития, в которых все еще живут беженцы. Интересно, видят ли исторические параллели нынешние политики? В три часа дня в Маринфельде сегодня приехала все еще правящий пургомистр Берлина Франциска Гифой. Мы знаем, как у нас сегодня обстоят дела с местами размещения, как трудно было организовать Центры приема беженцев в Тегеле, в Тимпельхофе. В Тегеле на данный момент нашли укрытие более трех тысяч человек. Мы также были вынуждены размещать людей и в старых зданиях. Нам повезло, что в этой сложной ситуации, в которой мы оказались в прошлом году, у нас было два аэропорта здесь, в Берлине, и мы смогли переоборудовать их. Сегодня мы видим, как это сложно, но как трудно было в 1953 году. Сразу после разрушительной войны, в ходе процесса восстановления этой страны, этого города, люди тоже искали убежище. Тогда тоже требовалось решение проблемы быстрого размещения большого количества людей. Я хочу сказать, что темы того времени, вопросы предоставления жилья и интеграции, поиска своего пути в этом городе, в этой стране, актуальны как никогда. И это заставляет нас понять, как много нам предстоит сделать, и как важно, чтобы мы рассказывали об этих личных историях и помнили о них в будущем. Чтобы люди ценили то, что мы имеем сегодня. Что демократия, свобода, открытость миру, интернациональность, свобода слова – все это не может быть само собой разумеющимся. И что были и есть люди, которые боролись и умирали за эти ценности. Потому что не все из них смогли добраться сюда, в этот центр приема беженцев. Не все смогли начать новую жизнь. Были и те, кто был арестован, кого убили. Мы не должны забывать об этом. И это следует... Субтитры подогнал «Симон»